Российские спортсмены чаще других нарушали антидопинговые правила в 2019 году, следует из отчета, опубликованного на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства, УАДА. Среди представителей всех видов спорта в мире на допинге чаще всего попадались бодибилдеры, 272 случая, 22%, легкоатлеты, 227, 18%, велогонщики, 179, 14%, и тяжелоатлеты, 160, 13%. В футболе было зарегистрировано 82 нарушения антидопинговых правил, в боксе – 38. Похоже, проблемы остаются, из-за чего мы страдаем. Не знаю, что делается для этого, улучшение ситуации. Этот вопрос надо не мне задавать. Даже если что-то и делается, то не лучшим образом. Мы же хотим, чтобы эта история с флагом и гимном закончилась, чтобы спортсмены могли спокойно готовиться к чемпионатам мира, к олимпийским играм, не думая о том, что их не допустят, сказал Фетисов. В декабре 2020 года спортивный арбитражный суд, часть, постановил, что до 16 декабря 2022 года российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, под флагом России. Им также запрещено использование национального гимна и другой национальной символики – герб – триколор. Также Россия не имеет права претендовать на крупнейшие международные соревнования, за редким исключением.